Как и предполагали белорусские синоптики, вторая половина минувшей недели принесла в нашу страну холод. Погода определил антициклон, расположенный над скандинавским полуостровом. Холодные воздушные массы арктического происхождения поступили и на территорию Брестской области. К примеру, 27 февраля на станции Полесская был побит температурный рекорд для данной даты. Зафиксировано минус 25 градусов. Начало весны существенных изменений не принесет. У нас сохранится зимний характер погоды. Погода будет определяться на фоне повышенного атмосферного давления. Будут проходить атмосферные фронты, и поэтому ожидается снег по области. И температуры воздуха ночью в пределах 13-15 местами, при прояснении до минус 20, днем минус 4-9 градусов. В выходные дни ночью минус 9-14, днем 0-5, возможен слабый плюс. Установившийся температурный фон – настоящая проверка на прочность и для жителей края, и для их железных коней. Последними, без серьезной необходимости, специалисты пользоваться не рекомендуют. Особенно, если автомобиль заправляется дизельным топливом. Заглохшие машины в такую погоду – не редкость. На сегодняшний момент действительно есть такая проблема, как брошенные замерзшие автомобили на проезжей части дороги. Причем, которые действительно создают реальную угрозу безопасности дорожного движения. Каждый водитель, который эксплуатирует свое транспортное средство на дизельном топливе, должен уже заранее предполагать о том, что может произойти какая-то техническая поломка, либо элементарно замерзает топливо во время движения транспортного средства. В таком случае, если такая ситуация произошла, необходимо включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. И если вдруг нет людей или, как говорится, каких-то родственников, друзей, которые могут приехать и помочь, оказать вам помощь в свое время, но для этого есть такая служба, как госавтоинспекция. Конечно же, позвонили в дежурную часть, и в обязательном порядке сотрудники ГАИ приедут и не дадут вам замерзнуть. Только за минувшие сутки сотрудниками госавтоинспекции была оказана помощь водителям семи транспортных средств. К слову, в усиленном режиме сегодня работают и доктора. На улице холодно и скользко, а значит, есть и обморожение, и падение. За последние дни количество обращений в травмпункты существенно возросло. И если одеваться по погоде, к концу зимы белорусы более-менее научились, то от падения особых страховок нет. Только внимательность, неспешность и надежная обувь. Чтобы хотелось акцентировать внимание, чтобы все-таки люди старались смотреть под ноги. Если видят, что все-таки скользко идти, потихонечку пользовались. Есть такие антискользящие накладки на обуви, они продаются, они стоят немного. Вот это очень помогает. Вот пожилым людям стараться поменьше выходить все-таки на улицу в магазин церкви, как бы это ни хотелось бы, но воздержаться в данный период, потому что достаточно буквально маленького бугорка ледяного, для того, чтобы человек упал, сломал шейку, бедра или что-нибудь еще серьезнее. Поэтому рекомендовать хотелось бы так. Ну и людям, которые празднуют какой-то праздник, рекомендовать все-таки культуру питья и поведение после. Выпил, лучше прийди домой, ляг спать, а не ищи приключений по городу. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.